О, замечательно, моя Ух ты, бля Ух ты, бля Ух ты, бля Зацеп, что ли, не понял Ух ты, не отклеил Это что-то хорошее Это очень хорошее Без, блин, Андюх Так, подожди, я тебе следу Отсажник, помажешь? Смотри Сюда подведешь, что ли там будешь Больше Больше Это нельзя Перечип За Сова По, звукова Подожди, я заведу сал Трежка Ребята, вот такой вот сегодня трофей, ну да, я таких здесь еще не ловил, если честно. Ребятки, всем привет, с вами Киржак, сегодня половим с вами вот таких вот лещей, не самый крупный, но для начала сезона вполне сойдет. Также, ребята, сегодня приготовим очень вкусный обед на такой интересной печке, о печке тоже расскажу, поэтому, друзья, никуда не уходим, постаёмся, смотрим, ставим лайки, подписываемся, комментируем. Есть, ребята, хорошенькие. Все, так, бился хорошо. Такого можно и подсак. Маленький лещич первый сегодня. Тушь я расстроился, ребят, поклевок нету. Первая поклевка, можно сказать, до этого какие-то были потяжки, прям совсем дурацкие. Такой вот небольшой, конечно, все, забился прямо хорошо, я подумал, что чуть побольше. Ребятки, всем привет еще раз, сейчас хочу вам рассказать вот такой замечательной печки. Даже не печки, она на большей плите для готовки. Такая компактная, сейчас покажу, расскажу все о ней. Сказал, печка больше, наверное, даже не печка, а плита все-таки. И сейчас мы попробуем на ней что-нибудь приготовить. Я думаю, картошечку с охотничьими сосисками, жареную, будет просто офигенно. Так, давайте подробнее сейчас покажу еще. Так, турбопечь называется, фирма Pashihon Star. Ссылочку оставлю в описании. Там же промокод, скорее всего, будет какой-нибудь на покупку. Ребят, после такого большого простоя, попалась подлещечку такой небольшой. Мы, конечно, отпустим. Так, значит, начала опять подходить, будем кидать еще. Подробнее, да, здесь, собственно, складывающиеся ножки. Здесь у нас шильдик, такой турбопечка, название бренда и название самой компании Pashihon Star. Здесь две удобных ручки, тоже складываются. В принципе, с обратным состоянием печка занимает минимум, вообще минимум пространства. Вот, ее можно даже в рюкзак взять с собой, не знаю, куда-то поход, если хотите. Зачем, как бы, наверное, будет вопрос, если есть газ, газовые плиты. Тоже задавался этим вопросом, но на ней очень хорошо готовить за счет жара, который дает. Сейчас увидите, сейчас разожгем. Можно пожарить мясо, можно пожарить картошечку очень быстро, очень качественно, то есть не как на обычной газовой плите у вас будет, в принципе, вариться. Здесь будет очень хороший. Насчет этой штучки, давайте посмотрим. Это нагнетатель воздуха. Так он не работает, так он, соответственно, работает. Как я понимаю, есть два положения. Один крутит меньше, один побыстрее. Не знаю, вам не видно, наверное, мне довольно так хорошо видно. Вот в таком положении у нас печка, в принципе, готова к розжигу. Давайте, в общем-то, приступим к этому. Вот так, с одной спичкой, конечно, береста будет гореть, без вариантов. Очень быстро разгорается, давайте сразу потихоньку подбрасывать удальки. Сначала мелкие, а потом будем уже более крупные добавлять. На эту клюет, е-мое. Что же делать? Что же делать? Что же делать? Что же делать? Ух, это что-то побольше. На две сразу, ребятки. Я понимаю, клюва здесь сорвалась. Жалко. Так, это такой. Чуть побольше, наверное, даже. Потом покажу, ребят, все. Не хочется время терять, хочется ловить и ловить, пока идет клев. Такой хороший. Самое главное, ребят, в готовке, точнее, в жаркой картошке, это дать, как я уже сказал, маслу раскалиться, чтобы картошка была не вареной, а жареной. Примерно вот такой звук должен быть, но можно еще немножко подождать, пусть масло еще раскалится побольше. Конечно, лучше без воды это делать. Точнее, чтобы картошка была сухая. Вот, ребят, картошка немножко золотится начала, что я где-то перевернул. Конечно, много масла, скажете, но, друзья мои, во-первых, это будет очень вкусно. Во-вторых, картошка возьмет масло столько, сколько ей нужно, а это все можно будет слечь потом просто-напросто. В-третьих, ребят, ну мы же на природе, давайте отдыхать, вкусно кушать. Картошечка в аквитюре, ну разве это не вкусно? Это что-то хорошее. Что-то поинтереснее. Ух ты! Солнце в глаза, ничего не видно. Не мое, куда чего? Да и с любимой, блин. Вот он, красавчик. Ух! Здесь уже поинтереснее. Чуть ближе к килограммчику. Вот такой, ну да, почти килограмм, я думаю, будет. И еще большой, ребят, плюс, что я для себя понял. Всегда просто, даже если вы... Газ вы можете забыть, да, и в принципе, что вы будете делать без газа. Но дрова, шишечки какие-нибудь, веточки, листочки, сухая трава для рожек всегда найдется в лесу. И мне кажется, такую печку можно, как НЗ, точно с собой возить. И если хотите приготовить что-то максимально вкусное, максимально быстро, то побольше угля и будет очень-очень крутой жар. Даже небольшой казан можно поставить и пожарить, не знаю, плов сделать, например, обжарить мясо. Кстати, ребят, вот для себя отметил такой момент, что очень вот приятно на рыбалке, знаете, этот запах костра, дымочек. Не знаю, как-то с плитой этого не подъедет. Ребят, я сейчас не вот что рекламирую, просто вот реально свои ощущения говорю. Что готов я сейчас это просто на плите, на газовой. Такого бы ощущения не было. Добавил еще немножко палочек, чтобы чуть пусть и золотилось. Держим немножко червы. Добавим немножко в приколку такой вот смузи сделаем почти. Паршик червовый. Чтобы дал запах в основном. Ну и такие частички мелкие плавали, а наша наживка хорошо выделялась на фоне. Потому что что-то так не очень пока с клёвым. Все, ребят, картошечка готова. Масло я слил. Сосисочки порезал. Колбаски. Давайте их закинем, чисто так по прогреть немножко, чтобы поджарились. Сейчас еще сверху добавим специи для картофеля. Немножко специи для картошечки. Немножечные не будут. Галко перца нету. Так, соль достаем. Много солить не буду. Сосисочки соленые. Так, вот пока присолю. Чуть-чуть. И если что, досолю. Сейчас еще раз размешаем и покажу уже готовое блюдо. Вот такой, ребят, покрелочкой. О, что-то в этом может чуть посерьезней. Да. Чуть-чуть посерьезней. Ты что, сошел? Ну что это такое? А нет, такой же. Такой же, такой же. Небольшой, но приятный. Отлично. Уже что-то сегодня. Как-то кажется, сначала когда вытаскиваешь, где мы трава или через бровку перебрасываешь. По-будто прямо очень хороший. Вот так, эти уже у нас, да? Отлещик. Еще мы увидим, надеюсь, сегодня. Ну, я думаю, все-таки увидим. Вот такое блюдо получилось у нас. Сейчас поедим кусочек хлеба. Обязательно. Вот такой. Немножко грязное на столе. Обращайте внимание, я просто тряпочку забыл. Даже протереть пока нечем. Печка почти потухла. Ну, в принципе, на ней можно еще чай, например, разогреть. Вот два уголька, можно сказать. Ручки холодные, можно убраться. Все, ребятки, заканчиваю. Буду кушать. Всем приятного аппетита, кто сейчас кушает. У меня уже слюнки текут. В общем, вот. Печка. Мне понравилась. Единственный минус, может быть, вот в этих не самых устойчивых штучках. Это можно немножко доработать. Сюда просто какую-нибудь железячку, подставку. Сделать, приделать на проволочке. Или просто даже вот так вот положить. Ну, вот это хорошо держит. И котелок, в принципе, будет плохо держать. Но если что-то побольше, наверное, уже будет проблема. Поэтому здесь, может быть, хозяевам пашихонстар можно поработать над этим. Какое-то, может быть, сопло немножко раздвижное такое. Или что-то как-то немножко доработать. Но так, мне понравилось. Ух ты, ребята. Хорошая. Ух ты, LOVE! Это Journalist Wow,ANE! Сердце на ав eighteen, даât Vent again! Не хочу чиruck. Хорошая! Подписывайтесь на моёモородитель, обтересоватьсяесь в ресторанах, меняландшином. Продолжение следует...